Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом шестой. Шестой псалом – это жалобная песня. Воззвание к Богу в беде. В отличие от предыдущего псалма, здесь речь идет уже не о революционерах, а о какой-то, видимо, очень тяжелой болезни с потенциальным летальным исходом. Обратите внимание на третий и шестой стихи третьего псалма. Не исключено, что источник болезни или, по крайней мере, ее катализатор – это упомянутые в псалме враги. Хотя намек на сознание личного греха, как источник недуга, в этом псалме также присутствует, но вряд ли этот псалом можно причислить к числу покаянных. Это прежде всего плач, в котором псалмопевец выражает уверенность, что Бог услышит его молитву и поможет. Если проводить параллель с жизнью Давида, то это вполне возможно могло быть отражением его состояния на склоне лет, когда Давид уже состарился и не поднимался с кровати. Он постоянно испытывал холод, и ничто не могло его согреть. А в это время его сын Адония готовил заговор, чтобы стать новым царем при жизни отца. Плач начинается с того, что автор данного псалма называет причиной своих неприятностей Божий гнев. Он не сообщает нам ни одной детали в отношении причины, почему Бог прогневался на него. Он просит Бога воздержаться как от словесной критики его поведения, «Не в ярости Твоей обличай меня, так и от физического воздействия, не в гневе Твоем наказывай меня». Если убрать промежуточные слова, мы получаем буквально такой параллелизм. «Не обличай меня и не наказывай меня». В следующих двух стихах, третьем и четвертом, которые также построены в виде параллелизма, Псалмопевис выражает уверенность, что Бог, несмотря на грехи, все же помилует и исцелит его. Слово «немощный» по-гречески «астхенес» придет оттенок неустойчивости, слабости, хрупкости, физической, моральной. Понятие «кости» вообще-то используется библейскими авторами как символ физической крепости и здоровья. Но здесь, в этом псалме, мы встречаем выражение «потрясенные кости», буквально трясющиеся, и более того, потрясенную душу. Физическое недомогание, боль словно является предпосылкой для душевной боли, психологического расстройства, похожего на депрессию. Это мы словно угадываем в этой самой последовательности. Надломленные кости и далее надломленная потрясенная душа. Риторический вопрос «да коли, Господи, сколько можно» намекает на невероятную длительность страданий. Время идет и идет, а проблемы все никак не могут закончиться. Образ речи «обратись, Господи», по мнению блаженного Феодорита, заимствован от тех людей, которые в порыве гнева отвращаются и не хотят посмотреть на провинившихся. То есть сам Бог, Он здесь мыслится как бы отвернувшийся от страдальца, не смотрящего в его сторону. И страдалец просит «но ты же, Господи, посмотри на меня, обратись в мою сторону». Простя избавить от бед и несчастья, Псалмопеев взывает к Божьей милости. Пораженный тяжелой болезнью, Он словно стал у порога ада. Он боится умереть. И здесь мы встречаем понятие «шиол» – преисподнее. «Шиол» – бездонная яма в буквальном смысле этого слова. Яма. В переносном – это страна тьмы и мрака, где по Иову темно, как сама тьма. Это место, где надежда и вера уже не имеют никакого значения. По «Экклезиасту» – псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, сказано в книге «Экклезиаста». Поскольку по ветхозаветному представлению души умерших уже не могут прославлять Бога, Псалмопевец, который цепляется за жизни, он словно пытается привлечь Бога на свою сторону. И даже сделать его словно заинтересованным в продолжении своей собственной жизни. «Если я сойду в преисподнюю, то кто же будет славить тебя?» Словно обращается он к Господу. Согласно пророку Исаия, царь из Икия благодарил Бога за свое выздоровление от тяжелого недуга такими словами. «Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нисшедшая в могилу уповает на истину твою, живой, только живой, прославит тебя, как я ныне». Мысли псалмопевца, как бы мы их ни интерпретировали, ограничены прежде всего этим земным миром. Для него за гранью этой жизни лежит великое неизвестное, где он не сможет ни поклоняться Богу, ни свидетельствовать о его благости. В отличие от других псалмов, в данном случае страдалец не находит передышки во сне. Он ярко живописует утомительные ночи, проведенные в стонах. Слезы заливают его постель. Он больше не может ясно видеть. Его глаза буквально по девятому стиху иссохли от печали, ослабели, как бы состарились. В последних стихах шестого псалма настроение автора меняется. Что-то убедило его, что Господь услышал его молитву. Получив исцеляющее прикосновение от Бога, он заявляет беззаконникам «удалитесь от меня». В отличие от авторов других псалмов, он уже не требует, чтобы Бог сокрушил зубы нечестивых или рассеял их по свету. Они затрясутся, тот же самый глагол, который употреблялся раньше, как ранее были потрясенными кости и душа псалмопевцы. Они обратятся, тот же самый глагол, что использовался ранее в этом же псалме, так же, как когда-то псалмопевец просил Бога обратиться к нему. Если ранее в этом псалме автор не видел конца своих страданий, «Ты же, Господи, доколе», то после ответа от Бога он словно стал уверенным в скорейшем разрешении проблемы. Его враги возвратятся и постыдятся мгновенно. И здесь мы видим, что долгие, мучительные страдания, испытания веры некого праведника разрешаются быстро, мгновенно, с ответом от Господа. Кто-то может даже усмотреть некую параллель с жизнью святого Антония Великого, который долго страдал и мучился от нападения бесов. Но когда он уже из последних сил возвал Господа Иисуса, тот явился ему и сказал, «Антоний, я всегда был рядом с тобой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok